Добро пожаловать на HANUS.RU Посмотрите 131 выпуск нашего проекта Это интересно И сегодня мы поговорим на тему Самые необычные альтернативные валюты в мире И начнем наш сегодняшний выпуск с канадских тайров Которые уже более полувека существуют Наряду с канадским долларом Тайры печатает розничная сеть Canadian Tire Продающая самые разные товары От автомобильных комплектующих до домашней утвари Яркие купюры с портретом Сэнди МакТайра Номиналом от 5 центов до 2 канадских долларов Начали печатать еще в 1958 году Они выполняли роль купонов на скидки Сети магазинов Canadian Tire Однако купоны быстро завоевали популярность И их стали принимать и за пределами сети Во многих других местах Сегодня канадскими тарами можно сплотиться Практически во всей стране В любом баре или кафе Спекулянты их покупают и продают Коллекционеры охотятся за редкими экземплярами А фальшивомонетчики реализовывают поддельные тайры Еще одна необычная альтернативная валюта Кимгауэр Она была придумана в 2003 году Немецким профессором экономики Для наглядного объяснения его дисциплины студентам По установленному профессорам курсу Один Кимгауэр равен одному евро Но ежеквартально с каждого владельца этой валюты Взымается налог 2% от номинала банкноты Таким образом в год человек теряет 8% А чтобы оплатить налог Он приобретает специальные стикеры Которые наклеиваются на купюру В связи с этим копить Кимгауэры невыгодно Поэтому их владельцы стремятся быстрее избавиться от этой валюты Обменивая ее на товары или услуги Кимгауэр пользуется большой популярностью на юге Германии Их признают около 600 компаний И принимают более 300 магазинов В 2010 году на Кимгауэры было обменено 5,1 миллиона евро Но альтернативная валюта бывает не только в виде обычных денег Но и, например, фруктов Так в тюрьме для подростков Великобритании В качестве денежных единиц используются свежие яблоки Бананы и прочие фрукты Чтобы исправить ситуацию и уничтожить этот подпольный рынок Неправительственная организация Горварская лига за тюремную реформу Даже предложила наводить его дефицитным товаром Или, иными словами, давать юным заключенным больше фруктов Чем-то похоже на свежие фрукты и другая валюта Которую называют жидким золотом Американские преступники зачастую пользуются моющим средством Тайт Для того, чтобы купить и продать наркотики Дело в том, что этот бренд очень известный и популярный Сам товар очень просто украсть А статья за такое воровство при этом относительно легкая В связи с этим Тайт служит прекрасным заменителем американских долларов Который можно обменять по установленному курсу Как на традиционную валюту, так и на марихуану И напоследок поговорим о так называемых франках ВИР Что в переводе с немецкого означает «мы» Франки ВИР – это одна из самых старых и наиболее успешных альтернативных валют Их история началась еще в далеком 1934 году В ответ на Великую депрессию Тогда 16 предпринимателей организовали кооператив ВИР Получивший впоследствии статус банка И создали собственную платежную систему Чтобы производить расчеты друг с другом Один ВИР равнялся одному франку Новоиспеченный банк предоставлял клиентам кредиты в своей собственной валюте Под залог материального имущества Чтобы они могли расплатиться этими франками С другими клиентами банка ВИР Сейчас франками ВИР пользуются более 60 тысяч предпринимателей Малого и среднего бизнеса При этом в настоящее время ВИР валюта существует только в компьютерах банка И на франки не обменивается А на этом все Предлагайте свои темы будущих выпусков Подписывайтесь на наш канал Оставайтесь с нами на hanyus.ru И помните, что знание – сила Субтитры создавал DimaTorzok